Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Развелись с мужем в 2019 году, я хотела сохранить семью, а он нет. В итоге развод был тяжелым для всех, после развода оборвали все связи. Через какое-то время он, как я поняла, поставил меня в блог, хотя я не принимала попыток для общения. В другом году разблокировал, написал, как мои дела. Я ответила сухо, попросила перенести разговор на другой день. Он больше не написал, а через некоторое время снова меня заблокировал. Здесь с самых пор меня не покидает желание ему написать, но не знаю, насколько это будет правильно с моей стороны. Подскажите, пожалуйста, как поступить в данной ситуации. Я думаю, что вам, в принципе, вероятно, понятно, что здесь есть некоторое противоречие. В том, что вы пишете. Потому что, с одной стороны, вы отвечаете ему сухо и просите перенести разговор. С другой стороны, вы хотите ему написать. Такое ощущение, что как бы пусковым механизмом для того, чтобы написать, выступает не он сам больше, а вероятно выступает больше то, что он вас заблокировал. И какое-то желание, быть может, что-то до него донести. Да, ну например, что вы неплохая, что это он ответственен за то, что семья разрушилась и так далее. То есть вариантов здесь может быть много. Но есть ощущение, что на самом деле вас довольно сильно потрясла эта история с разводом. Ну, в принципе, это нормально. Нормально, что у вас это потрясло. И, соответственно, я бы сказал, что сначала необходимо поработать именно с травмой, которая у вас безусловно имеется вследствие тяжелого развода. Для чего поработать с травмой? Чтобы определиться с вашими чувствами в том числе. Вот. Чтобы определиться с тем, что вы чувствуете. Чтобы определиться с тем, например, чего вы хотите. Да, в том числе и от своего мужа и так далее. Вот. И уже дальше, уже после этого смотреть, как вы можете поступить. Смотреть, что вы можете сделать. Смотреть, какие шаги вы можете предпринять. Потому что лично для меня, лично для меня, несколько странным является тот факт, что вы хотите ему написать, хотя он вас заблокировал. Да? Вот. То есть, ну, подумайте сами. Как вы можете ему написать, если он вас заблокировал. То есть, тут как-то вот не совсем эта ситуация, на мой взгляд, ясная и понятная. Вот. Но вам нужно в этом разобраться. Дальше. Вы говорите, хочу написать, но не знаю, насколько это будет правильно. Вот. Тоже довольно такой интересный, как мне кажется момент. Вот. Что значит правильно? Вот. То есть, правильно это как? Какую цель вы преследуете? Отдаете ли вы себе отсчет в том, что здесь ваша, как бы, правильность, да? Она как будто бы встает несколько над вашим желанием, вашей потребностью написать человеку, написать мужчине. Понимаете, да? И мне кажется, что это один из таких вот ключевых, наверное, аспектов, на которые я бы хотел обратить сейчас ваше внимание. Вот. Это, на мой взгляд, основное. Вот. Что я бы здесь выделил. Вот. То есть, я бы выделил вот такие аспекты здесь. И с ними нужно разбираться. Если говорить о том, как вам поступать, то мне кажется, что имело бы смысл вам самой в себе разобраться, в том числе с помощью психотерапии, и уже решить, как поступить в данную ситуацию. Но если говорить о том, что бы рекомендовал я, то я бы спросил себе вообще, чего я хочу. То есть, если я хочу поступить правильно, это одно. Если я хочу написать своему мужу, это другое. Ну, бывшему мужу, да? Это другое. Вот. И вам нужно определиться, что для вас важнее. Вам нужно определиться, чего вы хотите, и уже исходя из этого, как-то двигаться. Вот. Конечно, я бы написал. То есть, мне кажется, что вряд ли будет что-то плохое, если вы ему напишите. Другой вопрос, это ваши ожидания. Вот. И вот именно ваши ожидания. То есть, чего вы ожидаете от того, что напишите ему. Вот. Вот. Если вы ожидаете одного, а произойдет другое, то, скорее всего, вы будете разочарованы. И разочарование будет довольно сильным. Вот. Соответственно, вам будет, ну, плохо от этого, да? Вот. Если вы сможете написать ему и повести себя таким образом, ну, условно говоря, пройти к этому вопросу, так что вы не будете ничего особо ожидать. Но при этом у вас есть непреодолимое желание написать. С ним тоже нужно разобраться, что это за желание. Вот. Поправьте меня, если я не прав, но мне кажется, что здесь не про то, что вы хотите сделать счастливым своего мужа. Через того, что вы им напишите. Поэтому здесь есть что-то, связанное непосредственно с вами. И то, что вы ему ответили сукой, попросили принести разговор, тоже похоже на некоторую обиду. Понимаете? И пока вот эти вот моменты есть, вряд ли вы сможете конструктивно с ним общаться. И, как бы, тут, в принципе, ситуация может только ухудшиться. Вот. Поэтому, как бы, здесь, на мой взгляд, такой аспект имеет место быть. Поэтому, как мне кажется, нужно, прежде чем ему писать, вообще разобраться в себе, расставить приоритеты. Желательно освободиться от негатива, который, безусловно, если это нормально в данной ситуации. Вот. И определиться, чего же вы все-таки хотите и определиться с вашими приоритетами. Потому что, ну, желательно человеку, что называется, предоставить. Да? Чёткое понимание того, вот, к чему вы стремитесь, что вам нужно. Суборь мог это соотнести с тем, что важно и нужно ему. Вот. И тогда уже будет понятно, сможете ли вы построить отношения или нет. Вот. Но даже если вы увидите какие-то шаги навстречу друг другу, то, на мой взгляд, вам, так или иначе, нужна будет уже совместная семейная психотерапия для того, чтобы проработать все проблемы, за которых вы развелись. Кстати, вы о них не написали ни слова. Вот. Вы просто говорите, что развелись, я хотел сохранить семью, а он нет. Вероятно, как это часто бывает, с такой вот внешней точки зрения, что называется, проблема заключается как раз в том, что вы хотите сохранить семью. За сохранением семьи, как правило, теряет сам человек, вот. Теряет сам лично, к сожалению. И вот на это я бы хотел обратить ваше особое внимание. Именно особое внимание хотел бы я на это ваше обратить. Вот. Потому как, если за потребностью сохранить семью теряется личность, а семья становится... ну, основной целью, то человек, к сожалению, не чувствует себя комфортным. Он не чувствует себя полноценным, он не чувствует себя нужным, он не чувствует себя ценным, он не чувствует себя собой, к сожалению. И это, опять же, к большому сожалению, не всегда учитывается, вот. Когда семья остается на первый план. Ведь семья это, по большому счету, следствие отношений, но не первопричина. Семья это форма отношений. Но это одна из форм отношений. Вот. И мне кажется, что вот в данном случае вам это тоже стоит учитывать, если вы хотите повторить как-то вот отношения с своим мужем, да, молодым, например. Вот. Но, опять же, ваше поведение выдает противоречие. То есть не совсем понятно, чего вы хотите. Вот. И мне кажется, что с этого нужно начать с того, чего же вы хотите. И с того или вы хотите, что думаете. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой.